Умбрелла завершилась с выходом четвертого сезона, и мне грустно, что шоу закончилось. После двух отличных сезонов и среднего третьего, я ждал этот финальный сезон с нетерпением. Сюжет вновь о надвигающемся конце света и восстановлении изначальной временной линии. Несмотря на шесть серий, сезон вместил историю самого масштабного размаха за все время. Как же закончилось шоу? Что такое очищение? И главное, был ли финал удачным? Давайте обсудим именно это. Вот объяснение концовки четвертого сезона Академии Умбрелла. Предупреждаю, в видео будут спойлеры. Финал сезона на самом деле ознаменовал начало или продолжение единственной временной линии. Концовка означала, что Академия Умбрелла по сути перестали существовать. И конец света, который они вызывали из-за ноготков при их рождении, был стерт из истории планеты. Осталась лишь одна временная линия, не предвещающая гибель. Смерть, разрушение, конец света или очищение. 14 октября 2006 года, когда умер Бен, Академии Умбрелла поручили уничтожить оружие в контейнере – Дженнифер. Дженнифер имела в организме Дуранго, который при слиянии с ноготками, дающими силы Академии Умбрелла, вызывает массовое разрушение и очищение, означающее, что известный им мир будет уничтожен и вымрет. К этому события вел весь сезон. У Бена и Дженнифер была связь, так как оба погибли в одной временной линии. В тот же день, в тот же момент, сразу после ее спасения, они, естественно, притянулись друг к другу в этой временной линии. Вероятно, это из-за слияния временных линий и их воспоминаний об этом. Очищение было как вирус при слиянии двух веществ, отсюда их резкая трансформация в монстров под его влиянием. В этом сезоне была группа людей, хранители, во главе с Джин и Джин, желавшие очищения. Видя артефакты из других временных линий, они верили, что очищение восстановит исходную. Артефакты появились из-за слияния временных линий, вызванного присутствием Академии Умбрелла, что вело к коллапсу. Единственным способом восстановить исходную временную линию было пожертвовать Академии Умбрелла сами себя и отдадут ноготки для очищения, чтобы их существование было стерто из истории Земли, а множественные временные линии исчезли. Именно в день их рождения различные временные линии проявились, и если бы они выжили, все просто повторилось бы. Каждый должен был быть готов умереть, избежать этого было нельзя. Им всегда нужно было спасать мир, иначе они бы его разрушили в каждой временной линии. Один из поворотов в финальном эпизоде Эбигейл, жена Реджинальда Харгрива, была ответственна за очищение и хотела его. Это потому, что она обижалась на Реджинальда за то, что он вернул ее к жизни. Она чувствовала, что из-за синтеза Календула и Дуранга из-за нее, что вызвало конец света в других временных линиях, ей пришлось столкнуться с последствиями своих действий, и хотела очищения, чтобы основная временная линия существовала сама по себе. Она чувствовала вину и не хотела там быть, поэтому Реджинальд и Эбигейл погибли в финале. Пятый, узнав, что нужно делать после встречи с разными версиями себя в закусочной в метро, сумел убедить всех братьев и сестер, включая Лайлу, которая хотела уйти, что им нужно сдаться, и все согласились на это. Затем их всех поглотило очищение в их бывшем доме, и они перестали существовать. Однако исходная временная линия восстановилась, и семья Лайлы выжила вместе с Клэр. Мы также увидели, чем занимались персонажи прошлых сезонов – Шведы, Куратор, Хейзл и Грейс. Они жили обычной жизнью, так как никогда не встречались с Академией Амбрелла или Комиссией, которых не существовало. Их жизнь не изменилась, и они остались обычными людьми. Сцена после титров показала восемь цветов, распускающихся из почвы дерева, восемь бархатцев. Казалось, что каждый из них сиял особой силой. Интересно, значит ли это, что бархатцы могут снова появиться в мире, или это символ семь братьев и сестер Илайлы? Изначальная временная линия была восстановлена, и в мире воцарился покой. 8 августа стало обычным днем без каких-либо странных происшествий. Так что финал был счастливым, хоть и пришлось попрощаться с полюбившимися за четверо сезона героями. Мой отзыв о финальном сезоне. Думаю, этот сезон вышел неоднозначным. На Netflix кажется, будто создатели решили – хватит, давайте просто закончим шоу. Шесть серий – это смешно, учитывая, что в предыдущих трех сезонах было по десять. К тому же мы ждали возвращения шоу больше двух лет. Из-за того, что было всего шесть серий, пострадал темп повествования. Была лишь одна главная сюжетная линия, а остальные казались скомканными. Побочный квест Клауса был бессмысленным, его почти не показывали. Эллисон в основном была изолирована и редко использовала свои силы. Вообще способности всех героев отошли на второй план в этом сезоне, что жаль, ведь когда они их применяют, это часто становится лучшими моментами шоу. Любовная линия Лайлы и Пятого понятна, но кажется лишней. Похоже, это был простой способ заполнить экранное время. Джин и Джин были типа как Хейзел и Ча-Ча, но и близко не дотягивали до злодеев шоу. Я был немного сбит с толку, не понимая, почему Рейджинальд мог так легко контролировать целые города. Это никогда толком не объяснялось. Понятно, что это было для защиты от Дженнифер, но казалось, что влияние шире. Рейджинальд Харгривз был гением в прошлых сезонах, и не забудем, он пришелец. Но в этом сезоне он не дотягивал до своего прежнего уровня. Плюс я скучал по Пого. Главные актеры отлично сыграли, жаль, что мы больше не увидим их в этих ролях. Кажется, их обделили крутым финальным сезоном, все как-то быстро закончилось. Одно, что меня немного беспокоило в сюжете – отсутствие Слоун. Не понимаю, почему Бен попал в эту временную линию как воробей, а она – нет. Мы видели, как Лютер тосковал без нее и почти хотел той жизни, что презирал Диего, ведь он ее глубоко любил. Но из-за нехватки времени в сезоне эта тема так и не была раскрыта, хотя она могла бы показать нам другую сторону персонажа и добавить эмоциональности. В итоге, думаю, шоу сильно отошло от того, чем оно было в начале первого и второго сезонов, и повторяющаяся тема «Конца света» стала его главным врагом, ведь им нужно было по-новому подавать ту же историю, сохраняя свежесть. А тот факт, что было всего шесть серий, создает впечатление, что они даже не особо старались в этом сезоне, а просто хотели закончить все как можно быстрее. Академия Амбрелла славится единством, но в этот раз многие были разобщены, занимаясь незначительными делами. Пребывание Диего и Лютера в здании ЦРУ оказалось совершенно бесполезным. Открытие Лютера не имело смысла, ведь финал эпизода случился лишь из-за новостей по ТВ. Только Виктор искал Бена и Дженнифер, так что командной работы в этом сезоне почти не было что жаль. Буду ли я скучать по Академии Амбрелла? Да, думаю, буду. Буду скучать по тому, какой она была раньше, и по ее глянцевому стилю. Сериал визуально прекрасен, его цветокоррекция и съемка радуют глаз. Однако я думаю, что в этом сезоне он немного потерял свою индивидуальность, были моменты, когда казалось, что он пытается быть похожим на пацанов в плане графики и использования некоторых суперспособностей. Но первые и вторые сезоны, те, о которых я вспоминаю, с теплотой. Эта концовка сработала. Была ли она лучшей из возможных? Вряд ли, но сезон вышел смотрибельным, с удовлетворительным финалом. Вот и все разберется.